Здравствуйте, с вами Сергей Романов и сегодня мы с вами попробуем настроить немножко программу. Первые такие несложные основные настройки, которые возможно вам понадобятся в работе. Вначале уберем все окна, которые не особо нужны. Это окно вы можете найти вот здесь, на нем расположены такие как бы ознакомительные ролики. Правда это все на английском языке, но будет желание, можете посмотреть. Первое, что хотелось бы сказать, что программа практически настроена по умолчанию для работы, за исключением одного параметра, который разный для разных стран, это единицы измерения. Для того, чтобы это увидеть, достаточно нажать кнопочку Create и выделить любой примитив, допустим Box. Вот видим, что здесь нет никаких единиц измерения, то есть какие-то условные цифры. Мы же можем создать этот Box. Видим, что условные единицы. Для того, чтобы это настроить, нужно зайти в свиток Customize и настройка единиц измерения. Вот в данном случае мы здесь видим вот единицы, но это как бы в основном не наши единицы. У нас наше измерение метрическое, поэтому нажимаем метрическое, открываем свиток и видим здесь от миллиметра до километра. То есть вы можете выбрать любую единицу измерения. Ну, я предпочитаю сантиметры. То есть это мы настроили единицы измерения в программе. Также можно изменить в самой системе единицы измерения на сантиметры. Это, конечно, можно не делать, программа сама будет пересчитывать. Но ей будет проще, если это не нужно делать. То есть вот мы видим, что у нас появились единицы измерения сантиметры. Следующее, что желательно настроить, это наши окна проекции. По умолчанию в окнах проекции находятся два навигатора. Один у меня в данном случае отключен. И я даже не вижу смысла его, как бы сказать, разбирать и вспоминать. Тем более, что два навигатора – это слишком много перебор для окна. А вот видовой куб, ну, наверное, стоит внимания разобрать. Но разбирать мы будем это на последующих уроках. А сегодня мы его просто немножко настроим. А в данном случае он у нас отображается во всех четырех окнах. Это, наверное, перебор, ни к чему. Это лишняя нагрузка на глаза. И потом он слишком, наверное, большой. Для того, чтобы настроить, нужно на нем вызвать контекстное меню в правой кнопке мыши и выбрать свитки «Конфигурация». И мы сразу попадаем именно на этот куб. Вот он, видовой куб. Но все параметры мы не будем рассматривать. Мы только разберемся с первой вот этой вкладочкой. Здесь кнопочка, которая отображает или скрывает в данном случае этот куб. Второй параметр вот стоит то, что отображение идет во всех окнах. И третий параметр – это только в активном окне. Ну, вот мы его в данном случае выберем. Здесь идет размер куба. Мы его сделаем поменьше. И прозрачность 50%. В принципе, это нормально. И нажимаем «Ок». Вот в данном случае у нас появляется этот кубик. Следующее, что можно посмотреть с настройками – это окна проекции. Для того, чтобы их настроить, достаточно нажать правой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню и выбрать свитки «Конфигурация». И мы попадаем сразу же на окно с настройкой окон проекции. Здесь существуют варианты, пресеты уже готовые в настроек. Ну, это уже как бы на ваше усмотрение. Я пользуюсь классической. А вы можете даже вот выбрав любой, нажать «Ок» и у вас все это перестроится. Ну, мы вернем все на свое место. Также можно изменить окна вручную мышкой, зажав ее, и вернуть обратно правый призет, вернуть все на свое место. Но еще что можно с окнами? Можно чуть-чуть немножко увеличить их размер. Это за счет того, что убрать вот эту шкалу времени анимации, если вы в данном случае не работаете с анимацией. Это можно сделать вот здесь, свитки «Кастомайт» и снять галочку «Показать трекбар». И у нас это окно пропадает. В данном случае вернуть его можно точно таким же образом. То есть поставить галочку, и оно возвращается. Ну, мы сейчас вот уберем нашу задачу немножко увеличить размер окон. Ну, немного, но размер увеличился. Дальше еще что можно сделать? Можно уменьшить вот эти значки. Но насколько это будет удобно работать, я не знаю. Но делается это таким образом. Здесь также заходим в «Преференс настройки». И вот здесь вот у нас галочка «Показывать крупные элементы Толбар». Мы снимаем эту галочку, нажимаем «Ок». Программа нас предупреждает, что в силу вступит только после перезагрузки. Нажимаем «Ок» и закрываем программу. И по-новой загружаем. Вот программа загружается, и мы видим, что значки стали гораздо мельче. Ну, насколько удобно это, судите сами. Ну, здесь можно даже еще подгрузить еще панелек. Зайдем вот в «Кастомайт», «Показать панели эти». И любую панельку берем и сюда ставим. Загружаем. Можно две даже здесь по месяцу. То есть, а остальное все убираем опять. То есть, какое-то удобство. Можно также, если вам нужно много этих панелей, можно их загружать вторым этажом, вот так вот пристроив так вот раз. То есть, можно все, что панели, которые вам нужны, можно их разместить здесь. Это уже на ваше усмотрение. Вот еще, что можно настроить, это зайти в «Свиток Кастомайт Преференс», «Генеральные». Ну, здесь по умолчанию обычно стоит 20 возвратов сцены. То есть, это вот кнопкой «Возврат». Ну, желательно это увеличить. Проще будет восстанавливать потом проекты. Ну, у меня стоит уже 80. Дальше мы здесь ничего не меняем. В «Свитке файл» автобэкап – это автосохранение программы. Автоматически сохраняет 3 копии через каждые 5 минут. Можно это увеличить до 5. Это на ваше усмотрение. Дальше «Вид», «Видпорт». Так, здесь можно настроить драйвер. Здесь вот «Бэкграунд», «Текстур». То есть, размер, тону и текстуры. И «Скачивание текстуры», «Размер скачивания». То есть, увеличить, что лучше, качество отображения. Ну, здесь дальше это все потом разбираемся. И сохраняем «Ок». Вот мы с вами рассмотрели первичные настройки программы. Еще раз повторюсь, что настроек большое количество. Ну, для начала этого достаточно. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...